С этим всё в порядке, жить будет. Так, здесь тоже небольшие травмы, так что пускай немножко отдыхает, а вот с этим будет немножко посложнее, но со временем он 100% придёт в порядок и всё будет хорошо. О, друзья, вы уже здесь! Приём-приём, на связи Шедимен, добро пожаловать в новый видеоролик! Да, по названию и по превью, ребят, вы абсолютно верно поняли то, что на нашу деревню жители, а если точнее сказать, на наши три деревни жителей сегодня напал Кэтнеп, и прямо сейчас его коты, они просто бродят по нашим деревням, и кто-то успел спрятаться в нашем подземелье, в нашей деревне жителей, кто-то остался во второй деревне жителей, кто-то в третьей, в общем, сегодня мы с вами будем разбираться. Но ты прямо сейчас не ленись и обязательно поставь лайк под этим видео, для того, чтобы мы победили Кэтнеп и в итоге освободили наши деревни жителей, видишь, снизу вот эта красная полоска. С каждым лайком она будет опускаться, и это жизни того самого Кэтнепа, так что не ленись, обязательно поставь лайк и, надеюсь, с твоим лайком, а вернее, точно с твоим лайком мы его одолеем. И, конечно же, подписывайте на мой телеграм-канал, называется База Шидоуни, и напоминаю то, что у наших мерчей, ссылка в описании, вышла новая коллекция. Ну что, теперь нужно, ребят, точно приступать. Так, меня просил капитан к себе зайти. Всё, с жителями закончил, с ними точно будет всё в порядке. Там капитан сказал то, что какая-то новость поступила, вот, и надеюсь то, что всё... не настолько уж и плохо. Так, ладно. Капитан? Да, Шиди, ну что, как там жители? С жителями, в принципе, всё в порядке, ничего такого серьёзного нет. Вот, а вы говорили то, что какие-то новости поступили? Да, Шиди, поступили новости. В общем, сейчас Тимка на улице тебя ожидает. Вот, так что, бери телефон, с ним связывайся. Там жителям в нашей деревне... жителей. Да, как бы это ни звучало. Короче, в одном из домов остался один житель. Его Кэтнепа окружили, его нужно как-то достать. Можете? Да, сможем. И ещё что, короче, надо будет как-то добраться вам до больницы и перенести туда боеприпасы. Там сейчас Людочка находится и доктора, ну и также раненые жители. Ещё со мной дедушка твой связывался, он находится в третьей деревне. Дедушка, они даже до тут уже добрались. Так, и что, как у него там дела? Ну, по-моему, неплохо. Но подмога в любом случае потребуется. Так что давай сначала начнём с нашей деревни жителей и этого жителя, а потом уже будете продвигаться дальше. Если чуть что, сразу сообщайте мне. Да, капитан, конечно, будем обязательно сообщать. Всё, я тогда пошёл переодеваться. Давайте аккуратнее, ребята. Ну да, обязательно. Так, ладно, главное, чтобы ещё с дедом всё в порядке было. Так, что касается формы. Шлем, бронежилет обязательно, так, и вооружение. Я думаю, то, что я возьму абсолютно всё, что у меня есть в этом сейфе, включая инструменты, само собой, потому что житель, который сейчас находится в деревне жителей, да, он наверняка забаррикадировался и, возможно, придётся что-то где-то там ломать. Так, факела на случай, если придётся куда-то в тёмное помещение, лезьте бы ещё что-нибудь. Так, лопату-топор я пока что отложу немножко вот сюда. Так, кстати, прежде чем на улицу выходить, я бы сначала через камеры видеонаблюдения убедился то, что... О, да, кстати, телефон. Вот, убедился, что можно вообще выходить безопасно. Так, вот так лучше сделаю. Такс, поехали. Так, что у нас тут? Ага, вот она. Вот она та самая, получается, локация, на которой сейчас находится тот житель. В принципе, да, отсюда видно то, что окна этого дома полностью забаррикадированы брёвнами и Кэтнэпы сторожат и думают, что он оттуда выйдет. Вот так. Дальше, получается, у нас камера номер два. Так, на второй камере... О, кстати, а вот и Тимка стоит. Ха, там спрятался. Наблюдает. Так, ладно, надо поскорее уж выбираться. Сейчас я на всякий случай всё равно проверю. Так, третья камера, получается, это камера на доме лески. Отсюда особо ничего не просматривается, но... Да, также тут и Тимку видно снова. С этой стороны Кэтнэпов нет. Так, с этой стороны это камера лаборатории. Так, у лескиного дома никого не наблюдаю, а у дома Нубика... Так, я, к сожалению, не могу туда ещё влево камеру повернуть, но... Отсюда видно то, что вроде как никого нет. Вот, так что всё в порядке. Ну и последняя камера прямо на том самом доме, где житель находится. Так, ладно, всё, я выхожу. Так. Тимка, приём, слышишь меня? Да, Шедя, слышу. Ну что, ты где там? Слушай, я уже всё, спускаюсь и выхожу. Сейчас я буду. Окей, давай, ожидаю тебя. Так. Ладно, погнали, ребят. Фух, была не была. Главное только, чтобы это... Фух, поаккуратнее, что ли, как-то действовать. Так, вот они, получается, уже прямо там сейчас находятся. Те самые катнэпы, которых я видел с камеры. Можно пока что так вот. Кстати, нет. Наверное, знаете, лучше пока сделаю вот так. Телефон сюда, вот, а камеру вот сюда. Чтоб можно было приближать и смотреть, что да как. Да, прямо даже с этой стороны дверь полностью брёвнами забаррикадирована. Так. Тимка! Да, Шэдди, ну что, готов? Готов. Слушай, я с камеры посмотрел то, что тут никого нет, но, мало ли, может быть, ты ещё кого-то видел? Нет, не видел. Я думаю то, что можно действовать. Отлично, тогда пойдём. Ну что думаешь, прямо в лоб? Я думаю, что... Наверное, да, потому что тут особо смысла выходить нет, и... Нам хотя бы повезло то, что у них никакого оружия тайнего боя сейчас тоже нет. Так, ладно, пойдём. Давай, Шэдди, я за тобой. Если что, сообщай, там кто-то слева, справа. Да, я понял. Давай, пали. Давай, давай, я стреляю уже. Слушай, конечно, никогда бы не подумал то, что в какой-нибудь день действительно на нашу деревню жители просто какие-то кэтнепы нападут. Так, Тимка, аккуратнее, тут один посередине пропушивает. Давай, давай, я держу его на чеку, не переживай. Всё будет нормально. Всё, хорошо, там ещё один вышел справа из здания. Аккуратнее смотри, чтобы если житель вдруг побежит куда-то, не попади в него. Да не попаду, конечно. Они же по цвету абсолютно отличаются, эти фиолетовые, жители коричневые. Да это да. Так. Ещё немного, давай, двоих осталось добить, и всё. Так, получаешь, что ж такое-то. Аккуратнее, ну лучше близко не буду подходить. То-то и оно. Близко лучше действительно не держаться с ними. Так, давай того, который справа, возле дома сейчас. Так. Ещё немножечко. Да, давай же уже. Капец, они живучие какие-то. Фух, есть, готово. Так, Тимка, давай, ты если чё там смотри справа, я пока слева дома бегу. Ага, принято. Тут чисто. Окей, понял. Так, захожу. Так, есть кто в доме? Кто это? Я вам не открою. Проваливайте отсюда, коты дурацкие. Да какие коты? Это я, Шэдди Мэн и Тимка. Ой, Шэдди, ты что ли? Да-да, открывайте. Там больше никого нет. Нет, никого нет. Аккуратнее, отойди подальше. Сейчас я бензопилой буду взламывать всё. Так. Опа. Так, ты где? Да здесь я. Фух. Ну дела, конечно. Когда все жители побежали, я просто оглянуться не успел и остался в этом доме. Спасибо то, что спасли меня. Да не за что. Ты неплохо держался на самом деле. Фух, пойдём мы тебя пока что в лабораторию отведём. Жителям закончено. Ну что, Тимка, идём дальше? Да, давай. Капитан говорил то, что нужно до полицейского участка добраться. Вот. Что-то там вроде с боеприпасами сделать. И получается до больницы. Да, я помню. Там в больнице сейчас как раз таки с докторами вместе Людочка находится. Вот. Ну и дела. Они просто, не знаю, со всех сторон откуда-то сегодня появились и сделали так, то, что мы все рассредоточились по разным деревням жителей. Но ладно, хотя бы мы успели быстро среагировать и какие-то пункты, что ли, создать. Ё-моё. Да, Шейди, ты тоже, да, это видишь? Полицейский участок просто пылает полностью. Это да. Фух. Ну и дела, конечно. Так, я уже вижу котов. Да, тоже вижу. Но давай по левой части. Вот. И так же с тобой аккуратно работаем. Да, согласен. Мы с этим жителем сработали действительно достаточно неплохо. Так. Можно, кстати, попробовать вот отсюда с холма прям попалить. Давай сюда. Ага, всё, давай. Всё, я стреляю. Давай, Тимка. Так, я пока что правого возьму, который из-за машины, ё-моё, с машинками что произошло? Да, машины походу подгорели. Ну так, слегонька. Слегонька, я бы сказал, это слегонька сказано. Тут от машин просто какие-то, я не знаю, одни угольки да... Одни кузова остались. Так, минус один, Тимка, есть аккуратней? Так, там... Стоп, это там дверь открылась или что? Я не знаю. Может быть, уже здание обрушается постепенно. Возможно. Так, стой, у меня гранаты есть, кстати. Сейчас попробую туда куда мыть. Опа, туда пырнуть немножечко. Вот так вот, отлично. Неплохо. Да, вроде попал, хотя бы слегка. Так, Тимка, стой пока здесь, я аккуратно... Да я уже пошёл. Всё, ладно, понял, я тогда за тобой. Так, добивай этого. Добил. А я сейчас пока что подвал проверю. Так, ну-ка. Здесь чисто. Здесь чисто, здесь чисто. Так, здесь всё в порядке. Так, ну что, теперь получается боеприпасы? Да, вроде как они должны быть в этих локерах. Да, давай, я думаю, сейчас всё сразу возьмём. Так, Тимка, смотри, тут, короче, боеприпасы на, получается, штурмовую винтовку. Я пока себе забираю, у меня, в принципе, места более чем достаточно. Так, и здесь тоже вроде как на штурмовую винтовку всё. И ещё немного гранат. Ну всё, с таким снаряжением можно ещё какое-то время существовать. Согласен. Ну что, погнали до больницы? Так, мы, наверное, сейчас сразу подходить не будем. Давай сначала издалека посмотрим. Вот. Насколько вообще тяжёлая, либо же наоборот... Я надеюсь, не тяжёлая ситуация вокруг этой больницы. Так, ну-ка. Так, ну... Слушай, по крайней мере, отсюда я никого не вижу, но... Окна заколочены полностью. Ну, если окна заколочены, значит, они внутри находятся. Ну да, логично. Иначе зачем окна заколачивать, если ты... Выбегаешь на улицу? Ёлки-палки. А вот... Деревню жителей, конечно, потрепало более чем... Серьёзно. Так, Тимка, вон они. Наблюдаю. Так, дверь они, кстати, не открыли. Видимо, дверь, скорее всего, чем-то изнутри подпёрта. Скорее всего, да. Так оно и есть. Ладно, пойдём. Так, сейчас мы с тобой быстрых отработаем тоже. Всё, Тимка, погнали. Давай так же... Потихонечку. Опа, так, я пока что на правых возьму, чтобы они в центре не смещались. Так, ёлки-моталки, так отхожу. Да лучше... Ладно, в принципе, как хочешь. В принципе, чем выше подходишь, тем... Чёткость, точность повышается, так что смотри. Это да. Ну и плюс они, вроде как, замедляются в самом начале, когда пытаются меня атаковать, так что... Я, если что, если совсем близко подойдут, я, естественно, буду немножко подальше отходить. Так, ещё немного. Давай же, давай же. Так, слева один у окна стоит. Да, вижу. Можно это гранаткой накинуть. Да, давай. Я думаю то, что пока что они как раз-таки действительно толпой стоят, можно попробовать. Так, вон туда вдвоих. Есть. И вот вы этого получай. Вот это выстрел. Кстати, Тимка, у меня же это, дробовик есть. Чё-то я про него совсем забыл. Ну попробуй, попробуй. Он в ближнем боёшь, тем более получше будет. Так, есть, готово. У меня ещё слева. Так, вижу. Сейчас. Ё-моё, близко подходит. Аккуратно, они бьют достаточно больно. Ещё раз. Так, ещё раз двухстволочка. Так. Раз, два, три. Да что ты будешь делать? Да, последний, как всегда, самый живучий. Всё, готов. Ага. Так. Ну что, пробуем зайти? Ну давай. Док, вы там? У вас всё в порядке? Так. Ну, в принципе, да, получается забаррикадировано. Док! Ой, Шиди, это ты? Да, док, как вам попасть-то? Тут это, шкаф стоит, или пододвинуть? Не-не-не, лучше это. Не двигайте. Можно через крышу пробраться, если у тебя крюк есть. Да, есть, сейчас я попробую. Так, Тимка, ты тогда оставайся здесь. Вот, если что, в принципе, всё будет тихо, то можешь и за мной залезать. Ага, окей, принято, давай. Так, через крышу. Ё-моё, не помню такого, чтобы когда-то я последний раз в больницу в нашей деревне житью и через крышу залезал. Так, это я. Давай-давай, Шиди, заходи. Фух, ну что вы, как? Есть тут раненые, конечно, среди жителей. Вот, но в целом держимся. Ну что, боеприпасы на месте? Да, боеприпасов я немного взял, вот, только... Куда вам их тут положить-то? Да, может, прям на пол рассыпать. Вот, мы потом разберёмся. Вот, рассредоточим это всё. Всё окей. У вас тут самих как дела? В нашей деревне всё в порядке, мы успели большинство жителей, ну, почти всех, вот, переместить сразу в бункер, когда всё это началось. Так что у нас все живы и целы, вот. В принципе, как-то так. Ой. Алло? Эээ, кто это? Алло, шаги-то-деда, приезжай скорее, то в третью деревню жителей подмога нужна. Мне капитан сообщил то, что вы сейчас продвигаетесь постепенно к нам. Эээ, то боюсь то, что это справиться не получится. Приём. Ээ, да, дед, всё, принял, понял, сейчас мы скоро этой снимкой подойдём. Конец связи. Ну давай, Шетти, выдвигайся, а то там это мало ли что, они действительно могут снова и снова атаковать, а деревня там как-никак большая, и самих Кэтнэпов, скорее всего, потребуется тоже немало. Да, согласен, ладно, всё, давайте удачи, если что, связывайтесь с капитаном. Так, Тимка, выдвигаемся в сторону третьей деревни. Так, Тимка, давай за мной аккуратнее. Ёлки-маталки, ничего себе, да тут же от деревни вообще практически. Ну, не прям ничего не осталось, но... Ёлки-маталки. Да, я вижу, кстати, ты обратил внимание, там возле здания прям танк стоит. Да, обратил. Это деда, что ли, твоего? Да, походу на то, я только... Кстати, вижу жителя в доме, возможно, они там находятся, видишь? Ээ, да, вижу, наблюдаю, на последнем этаже. Только я не очень понимаю, если тогда у деда тут и танк есть, и всё, нафига он тогда со мной связывался? Не знаю, мало ли что, может быть, плохо стало. Пойдём попробуем поближе подойти. Да, я вот тоже думаю. Да и по-другому у нас не получится сделать, тоже только поближе и остаётся подойти. Так, ну-ка. Да, реально танк стоит. Так. Ну, ладно. Короче, у меня в любом случае догадок больше нет, куда бы дед мог пойти, так что пойдём. Сейчас попробуем проверить. Погоди-ка, это чё тут такое? Это что, кэтнэпы, что ли? Это действительно кэтнэпы. Стой, я ничего не понимаю. Мы с тобой были в нашей деревне жители, были в полицейском участке, там столько народу, и... Никто не мог справиться с ними, а тут дед, получается, в одиночку справился с такой толпой кэтнэпов, серьёзно? Ну, дед, у тебя как бы такой, боевой, так что мне кажется, неудивительно. Да, похоже на то. Так, ладно, Тимка, побежали всё-таки в это здание, потому что пока что это... Ещё что не произошло. Так. Дед, ты тут? А ну стой, кто там? В смысле, дед, это я, с Тимкой. Ой, ёлки-моталки, тьфу ты. Я тут на этом... На чуку весь сижу, ну что, как у вас там? У нас-то всё в порядке, дед, у тебя-то как? Ты чё связывался-то? Да вот это... Короче, на танке пришлось немножечко пошмалять, это самое последнее у меня, то что... Не знаю, оставалось, патроны просто кончились, не особо хотелось шуметь. Мало ли, может быть, их либо громкие звуки ещё будут привлекать, либо ещё что-то. Ладно, тут чё-то капец, прям жители, не знаю, тебя облепили. Да не знаю, нормально, жители, не древте, всё будет нормально. Ой. Так, ладно, дед, короче, я рад, что у тебя всё в порядке, но я думал, что нам пора возвращаться... Так, стоп, капитан, приём. Алё, шедди, короче, давайте сюда дуйте, все силы стягивайте пока времени. Вроде как информация поступила, то что эти котнепы пока... То ли чего-то ждать будут, то ли ещё что-то, короче. Тут заметили какого-то гигантского кота. Как принял. А, так, капитан, понял, окей, тогда мы сейчас будем... Сейчас я всем всё передам, мы сейчас в третьей деревне жителей находимся. Кстати, можем, если что, на танки подъехать. Приём. Было бы великолепно. Ждаем вас. Конец связи. Ну что, настало время пошуметь, получается? Да, дед, походу, действительно настало время пошуметь. Давайте навалитесь, аккуратнее только. Со всех сторон нужно его попытаться обступить, нас тут как раз-таки сколько человек собралось. Да-да, точно-точно, давайте. И главное, стреляйте только повыше, чтобы у нас перекрёстного огня с вами не произошло. Ещё немножечко, одна треть хп уже отняли. Ещё немножко поднажать, и мы его наконец-то положим, и надеюсь, что закончим со всей этой историей. Давай-давай-давай, согласен. Сюда-сюда и выше эти давай больше прям толкай-толкай. Я то, что помогаю, как могу. У меня, правда, у самого боеприпаса уже. На исходе. Ой, нифига он сильно бьёт, аккуратнее только. Опять же, потому что немного вас заденет и положит, и будьте без сознания валяться, или... Давай, гляди, и ещё чего хуже. Принято, принято. Это не мелкий код, конечно. Так, давай, пожалуйста, ещё совсем немного осталось. Что ж такое-то? Так, гранатой, что ли, его как-то и... Есть. Отлично. Справились. Фух, этого быть не может, наконец-то. Вся эта история с Кэтнэпом уже, честно говоря, начинает прям поднадыдать. Так, Тимка, ты в порядке? Да, всё нормально, всё в порядке. Отлично. Так, дед, капитан. Всё нормально, Шиди. Да, да, не переживай, всё в порядке. Танка можно было, в принципе. Но мы его и не использовали, так что... Ну ладно. Лучше, как говорится, перестраховаться. Фух, ладно. Ну что, надеюсь, что после того, как мы завалили их главаря, тут больше никто из ихних не появится. Вот, надо, короче, это... Немного переждать, посмотреть обстановку и... Всё поскорее восстанавливать, потому что то, что у нас превратилось в деревню жителей, это, конечно, какой-то ужас. Согласен абсолютно. Ладно, хорошая работа. Всем тогда на отдых. Фух, друзья, ну что же, и... Я на этом буду сегодня заканчивать. В общем, вот такая вот история получилась. На связи был Шиди Мэн. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте. Увидимся, услышимся в следующем ролике. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok